Вы знаете, есть такие люди, которые постоянно попадают в какую-то жопу. А почему они туда попадают? Ответ очень прост. Потому что они сами хотят этого, так как считают это правильным. Сознательно они же вроде понимают, что они в жопе. Им плохо, некомфортно. Они даже ищут какие-то разные способы вылезти оттуда. Но сколько бы раз они не попадали в аналогичную ситуацию, другого исхода у них просто не будет. Их ничему это не учит. Их туда тянет подсознательно. Вот смотрите, объясню. Все же знают, как выглядит айсберг, да? Вот сверху это только малая часть того. Остальное все скрыто в пучине океана. Так и с нашей головой. Сверху это наше сознание, которое контролирует всего лишь 5% нашей жизни. А остальные 95% это уже работа самого подсознания. Там и идет регулирование роста волос, шелушение кожи, выделение пота, поведение каждой клетки в организме. И самое главное это контроль наших реакций на определенные события. Контроль наших чувств и эмоций. Все это заложено в подсознании. Подсознание вообще состоит из множества частей. И каждая часть контролирует определенное какое-то чувство. Правильно ли оно или неправильно, это уже решает само сознание. Для подсознания они все правильные. Если оно там записано, значит оно приносит пользу для организма в целом. А теперь вернемся в начало. Вот почему люди попадают в жопу. Их подсознание в какой-то момент жизни, ну в основном это до 5 лет, сформировало мысль, что жопная ситуация это есть нормально и полезно. Вот пример. Девочка часто видит ссоры родителей. И вот после вот этих ссор, папа ее водит в кафешку там покушать мороженое, а мама покупает какую-то куклу или игрушку. И для ребенка это радость, положительные эмоции, ну то есть все хорошо. И уже во взрослой жизни эта девушка, женщина там, она ищет себе вот такие вот отношения. Отношения, в которых будет ругань, конфликты, может даже ее пиздить будет. Вот после этого, по идее, должно быть хорошо, правильно? И прекрасные чувства должны появляться. Своими 5% мозга она понимает, что это ни хрена не нормально. Но 95% хочет этого и подталкивает ее к этому. Ты что, давай, бьет, значит любит. Может быть же подарит потом что-то, трусики новые там или еще что-то. Радости ж будет какой. Вот. Второй пример. Мужчина там, 35-40 лет. У него особое пристрастие к алкоголю. Алкоголиком ведь тоже не просто так становится. У него в жизни полная жопа, жена пилит, начальник сношает. И бахнув соточку или литр пивасика в конце рабочего дня, человеку сразу становится хорошо, приятно, расслабон у него. А ведь когда-то, давно, лет в 5-6, он увидел, как отец с дядей сидят, выпивают, веселые такие, смеются. Вероятнее всего, ему даже дали в Жигулевского чуть-чуть попробовать, вкусненько, вообще классно. И на душе приятно, и мужики вот свою тусовку приняли. Ну все, вроде все хорошо. Вот оно лекарство от счастья. Он его нашел. Подсознанию нужно что-то, что позволяет хорошо и безопасно себя чувствовать. Что этой девочке, что этому мальчику. И вот когда они выросли, жизнь вроде бы и дает им подзатыльник, да? Но человек сопротивляется. Ну должно же быть хорошо. Ну вот после этого, вот-вот же должно быть хорошо. Я же прям это чувствую, что должно быть хорошо. Но это говорит в них как раз вот этот самый ребенок, который и принял тогда вот это вот роковое решение. Местом хранения вот этого решения есть подсознание. В подсознании можно договориться с ребенком и попросить его принять другое решение. Добраться туда можно только лишь при помощи гипноза. И только гипноз расслабляет бдительность главного защитника подсознания, который называется критический фактор. И все, жизнь меняется, существенно меняется. И девушка, женщина там наконец устроит нормальную жизнь. А этот мужчина перестанет позволять себя всем унижать и в говно набухиваться. Главное это ее желание выбраться.